всех приветствую как классно проводить время на природе ходить по лесным тропам подниматься в горы смотреть на вдаль ощущать их величие принимать их красоту и конечно же уважать обитателей помните видос про выкручиватели для клещей у нас это очень актуально но кроме любования природы нужно не забывать о себе когда ты идешь на легке не тащишь кучу снаряжения вспомогательный инструмент должен быть максимально надежным и функциональным способным выдержать любое испытание и в то же время быть не тяжелым компактным викторин x farmer из линейки 93 миллиметра этот нож стал идеальным для меня он имеет компактный достаточно мощный клинок универсальную форму с очень интересной геометрией спусков не влияющих на режущую кромку что позволяет разместить в одном ряду еще решила также интересные конструкции для ножа который разработан еще в 1961 году это просто сногсшибательная даже в наше время наличие пилы поможет очень быстро из любой веточки сделать колышек для крепежа своего добра если донимает ветер пила по моему мнению является правильным дополнением в концепции помощника в непродолжительном походе сомана очень компактно и добавила солдатскому ножом минимальное увеличение в габаритах поширения напилить веток для шалаша веточек для походной мини печки сделать заготовку под вырезание чего бы то ни было для этой пилки не проблема чтобы не занимать ваше время я увеличил скорость где-то в два раза пилил без нажима зубы у пилки агрессивные это позволяет при должном распределении усилий и вращении положения пилы можно легко справляться с ветками более чем в два раза большими по диаметру правильно подобранный металл его закалка сохраняет заточку зубьев на очень длительное время фэт вуд смоленица те кто разбирается поймут меня из этого хорошо делать растопку для огнина шилы у этого ножа интересные практичной формы если режущую кромку лучше подвести она будет отлично работать и по коже геометрия не только выталкивает стружку от места углубления но и позволяет легко его доставать у шила также достаточно мощная пружина ну и как работает у нас виксовское шило в солдатских ножах серия локс я всегда ношу ножи такого формата кроме рейнджеров с карабинчиками виксовскими мне они очень нравятся но не всегда это удобно я приноровился меня все устраивает немного ускорю видеоряд чтобы не затягивать видос опять же в два раза так есть пробитие есть пробитие ну вот как-то так оно работает если немножко позаморачиваться и быть аккуратным никуда не спешить то такое отверстие можно сделать намного ну как это аккуратнее чтобы были края у него аккуратнее чтобы внутри все это выглядело чтобы было как будто как сверло это просверлили там где смоляк идет жестче так есть пробитие и с обратной стороны расширим и в общем иногда бывает кому-то не хватает фиксации этого шила в принципе нормально все сложится ну оно может на пальцы на ваши ну надо быть неосторожным неаккуратным таким шилом как ни крути все равно намного удобнее работать чем стандартным на всех остальных виксах которые устанавливаются ну вот как-то так работает хороший девайс для бушкрафта то что надо ну такая крэйзи гигантская пуговица получилась у нас при случае шила также легко справиться с маленькими кокосами внутри конечно попадет немного мусора перед применением поэтому нужно жидкость будет профильтровать консервная открывашка одна из самых функциональных в мире с 1961 года и одна из самых эффективных аналогичного размера стоит на 130 миллиметровых ножах работать ее просто достаточно взять зацеп край банки и сделать продавливающий рез вперед темляки при этом могут мешаться и рискуют запачкаться для всех производителей это открывалка эталонная и несмотря на год разработки отлично открывает даже мягкие банки практически не пачкаешь на младших моделях вроде с 17 стоит аналогичная бывший венгер с виксовской открывашкой но немного уменьшенная в размере и работает она также замечательно вытер также нужно делать зацеп края банки рез выполняется продавливанием и на себя так как нет режущей кромки необходимо постоянно продавливать открывалку в зависимости от вида консервов содержимое стремится наружу это не значит что на вейтере плохая открывалка она просто работает по-другому советская открывалка советская открывалка также с недоумением открывает мягкие банки не думайте что она затуплена обратите внимание на срез банки бывают разные в данном случае мягкая банка в данном случае мягкая какая-то банка крайне держит вот так вот она работает делайте выводы все эти открывашки хороши но всеми ими нужно учиться пользоваться чтобы было как можно более эффективно потренируетесь и вот кто-то там дотачивает эти ножи нет смысла их точить нужно просто понять как они работают ну а если же банки будут не мягкие например с тушенкой можно применить нестандартный вид реза форма открывалки позволит это выполнить легко и вейтеровская открывалка понятное дело так не сможет 2 тушенки одинаковая масса практически одинаковый вкус но у Гротфуда за навороченную банку цена больше на 30 рублей кстати давно таскаю с собой металлические контейнеры с крышкой очень практично и в крайнем случае на костер поставить такую мисочку можно не задумываясь а пластиковую крышку в неудобных случаях использовать как досточку для нарезки прямо во время съемки столовый прибор приказал долго жить Гротфуда и фармер разрулил все без проблем универсальный клинок в этот раз в Гротфуде жил даже больше чем не собрать прикольно обычно я думал что что-то по-другому из-за дешевизны открывашка для бутылок очень мощная форма недвусмысленно намекает что это минифомка у нее также есть промежуточное положение на 90 градусов благодаря которому легко раскручивается или закручивается крепеж под шлиц и конечно с бутылочными крышками справляется на ура может уже тара с такими крышками не часто используется меня это сильно не смущает я дополнительно применяю пластиковую крышку которая сильно карман не тянет зато она позволяет не опасаться падений на бок и случайных разливов вашей бутылки а летом внутрь ничто не залетит и не залезет и раз уж пошел разговор про бытовое и повседневное применение порой хочу заметить что длины клинка может и не хватить по проекту ведь бойцы сидящие в окопе с тортами не возятся по просьбе автора данного канала выражаю свое женское мнение по поводу открывания данных ножей я не специалист в ножах и свое мнение выражаю при помощи обычных женских терминов клинок у этого серебристого ножа очень тяжело открывается и когда его открываешь можно сломать ноготь я постоянно покрываю ногти гель-лаком и после последнего покрытия прошло 3 дня сейчас мои ногти короткие и такое время самое лучшее для того чтобы открывать данный нож потому что короткие ногти сложно сломать и короткими ногтями проще всего открыть данный клинок когда я открываю большой клинок у этого ножа он очень туго идет и вот сюда я ставлю конец ногтя и когда я именно веду этот клинок когда я его открываю бывает так что в конце ногтя образуются сколы гель-лака или даже самого ногтя то есть ноготь ломается хочу отметить что покрытие моих ногтей достаточно качественное перед тем как покрывать ногти самим гель-лаком то есть самим цветом мастер делает выравнивание ногтевой пластины за счет чего ноготь становится намного толще и прочнее и даже такими ногтями я бываю что-то подковыриваю какие-то железячки и несмотря на это мои ногти не ломаются но когда я открываю клинок данного ножа у меня могут образовываться сколы гель-лака особенно это заметно когда после маникюра прошло уже 3 недели это делать еще тяжелее с длинными ногтями и могут образовываться сколы гель-лака на данный момент ничего не произошло потому что ногти короткие трудно даже закрывать вот этим красным ножом я пользуюсь постоянно я им пользуюсь уже около 3 лет и чаще всего я его использую когда мне нужно открыть посылку на пункте выдачи заказов когда нужно открыть коробку которая перемотана скотчем или закрыта при помощи каких-то пакетов которые нужно разрезать а мы уже не отрядом а на пункте выдачи заказов нет ножа либо за этим ножом еще стоит почки чаще всего я использую вот этот маленький клинок он открывается очень легко и за все время использования у меня никогда не было ни сколов гель-лака у меня никогда не ломались ногти он открывается легко и легко закрывается также большой клинок на данном ноже легко открывается легко закрывается и ничего нигде не ломается я люблю этот нож поэтому если вы хотите своей девушке купить нож то не нужно покупать вот такие большие ножи потому что здесь много клинков которые вообще не нужны и лучше ограничиться вот таким ножом у которого мало клинков чисто для того чтобы что-то резать и которые легко открываются и ваша девушка точно не повредит свой маникюр по поводу солдатского вот этого викса который стал в итоге фармером можно сказать следующее понимаю почему в современных ножах солдатских перешли на однорукое открывание швейцарцы ну и все остальные армии мира потому что сейчас у современных солдат очень часто используются перчатки и вот такой нож если вам нужно выполнять какую-то мелкую работу какие-то небольшие задачи для которых этот нож рассчитан выполнять вы не сможете даже вот в таких вот перчатках открыть этот клинок вообще никак ну и 111 миллиметрового ножа у меня нет есть мой любимый рейнджер однорукое открывание специально ну как я понимаю больше было разработано для рук в перчатках ну и понятно там одноруки одноруки и все остальное но больше этого для того чтобы открывать его в перчатках очень удобно а тут же ну прослеживается такая вот мысль то что и без перчаток им удобно его удобно открывать это да а тут же ну вот как я не буду стараться что бы я не делал мне не получится пилу еще ладно вытащить а вот его ну вот разве что вот так ну достаточно сложная здесь освобождается свободное место потому что ушла пила как бы если бы был нож без пилы стандартный солдатский то я бы его бы не открыл подводя итоги могу лишь дополнить свой обзор фармер в моем понимании это улучшенный солдатский викс в котором учли что наличие пилы крайне необходимо в ГАК-108 она уже была она есть и в современных солдатских стоящих на вооружении ножах а с учетом того факта что места много пила не занимает этот нож становится отличным инструментом с большой надежностью которым хорошо работать как каждый день в городских условиях так и в легких непродолжительных походах он отлично сидит в руке у него оптимальные и компактные размеры с помощью фирменных карабинов его можно даже на ключи прицепить и для меня он там не будет выглядеть как что-то странное наличие двух открывалок кого-то может не устраивать и по моему мнению зря потому что у них есть отвертки которые очень удобны в применении и очень выносливые сколько бы чего я не крутил их шлицы правильной конструкции справлялись на ура со всем крепежом до которого могли дотянуться у бутылочной открывашки есть приспособление для проводов более детально я попробую о нем высказать свое мнение в следующих видео считаю что оно не бесполезно и сможет вас хоть иногда навыручивать вот такой у меня получился обзор на данный интересный многофункциональный нож много есть о нем информации я же раскрыл ее с учетом своего опыта и опыта применения и использования близких мне людей надеюсь вам это было интересно до следующих видео всем пока до следующих видео до следующих видео до следующих видео